всем привет сегодня хочу вам показать сделать обзор я собственно говоря заказал себе терморегуляторы вавилон но перед тем как начать обзор и ну собственно говоря показывать к тому же мне еще два подарка пришло о них мы поговорим тоже поговорим и скорее всего еще будет сразу забегая наперед я скажу что еще скорее всего будет отдельное видео в котором я буду все это собирать показывать ну пока что такая вводная часть при том я бы может бы хотел послушать ваши комментарии вот значит давайте приступим к тому же надо сказать что в этом году то есть в двадцать третьем году я перевожу свой канал окончательно в тему барбекю копчение там мангал и так далее то есть все что с этим связано обзоры ножей фонарей и всего подобного переходит на второй канал есть ссылка в описании под видео и также я открыл форум по теме барбекю то есть он тоже вся эта уличная кухня огненная переходим подписываемся регистрируемся будем общаться там много полезной информации значит ребят я вам сейчас быстренько покажу здесь одинаковые вещи так у нас собственно говоря терморегулятор не вас надо показать для того чтобы дать вам вводную что это такое и для чего это нужно и чем это едят значит так пока что 2 у подставлю на стол и подарки тоже оставлю в сторону точнее сказать так есть инструкция инструкция на нормальным полноценному русском языке написано нормальным русским человеком они какой-то перевод вот но в принципе кому интересно давайте я так прогоню инструкцию чтобы вы могли почитать быстренько хотя я думаю что все это можно найти и на сайте официально значит все я инструкцию убираю в принципе как я сказал у меня две вот эти вот вещи для чего они мне нужны они подключаются к 220 вы знаете что я занимаюсь увлекаюсь копчением я увлекаюсь холодным копчением холодное копчение это довольно таки длительный процесс и холодное копчение она так или иначе свято любое копчение она привязана к температурным условиям то есть мы нам не рекомендуется мы можем мы можем ну так в принципе мы можем и левое ухо чесать правой рукой но мы можем коптить точнее лучше всего коптить от плюс 17 то до плюс 27 ну пускай 30 менее ниже можно можно как я сказал но все это идет как бы выпендрешь вот и в принципе я вот уже давно задумывался о том чтобы как-то у меня получалось регулировать температуру температуру в коптильной камере в которой нету активного нагрева то есть это холодное копчение также надо не забывать что это можно использовать и при самогона варенье там для бражки какой-то нагреватели поставить поддерживали при пиве вот я последние годы я когда-то вот варил пиво но в чем меня пиво больше всего заморачивала и всем проблемы были в том что нужно выдерживать в определенных температурах долго вот эту закваску вот ну эту бражку так назовем и там плюс градус на градус больше все уже дрожжи умирает на градус меньше дрожжи умирает то есть ну и там есть какой-то предел температур но в принципе процесс этот не быстрый и за процессом этим нужно постоянно бегать следить а как показала практика там температура может на 23 градуса измениться буквально там какие-то считанные не знаю минуты за 20 минут все она уже изменилась дрожжи уже начали умирать или же вот при как копчение что понятно что можно коптить там и плюс и при плюсе и люди при минусе коптят но все это неправильно если надо коптить при семнадцати и при плюс двадцати семи то конечно же тогда лучше так и делать вот а сам оптимальный вариант копчения ложится лучше продукт на становится лучше поэтому не сильно дорого стоит покупает вот такая вещица значит смотрите здесь идет управление вот здесь вот с этой стороны вход вот этой стороны выход сюда вставляю подключается 220 давайте ребят я вот сейчас подключу да и потом вам буду уже показывать ну я сразу два прибора не буду подключать я подключу один и буду вам показывать буквально вот на секунду становимся на паузу для вас это секунда для меня я вот сейчас все это соберу под ключом значит смотрите ребят кстати длина провода здесь два метра вот и термодатчик что очень важно он влагозащищенный потому что честно сказать вы знаете что я уже давно вожусь всякими барбекю кулинарными термометрами и честно сказать я там уже привык но когда допустим супруга хочешь сделать доброе дело и помыть мой термометр его заливает водой это ужас значит смотрите как какая схема у нас есть питание 220 вот я какой-то взял провод вот здесь вот подключается вот с этой стороны подключается я сразу давайте я включу розетку прибор пискнул прибор включился очень хорошо видно я понимаю что камера может быть плоховато берет вот но на самом деле видно но просто супер видно как хорошо значит смотрите я конечно же понятно что уже поигрался с ним вот перед тем как снимать видео для того чтобы вам показать обратите внимание раненые данные которые мы вводим программу которую мы будем она сохраняется на остается посмотрите я вы до вырвал из розетки вот провод отключил обратно вставляем в розетку и он включился с нашими же показателями то есть посмотрите я вот здесь положил лампочку как нагрузку это температура при которой прибор должен у нас включиться а вот при этой должен выключиться вот то есть мы здесь можем задать совершенно любую температуру то есть допустим вот смотрите как я говорил в коптильник когда у нас скажем достигнута 27 градусов он будет выключаться вот здесь даже по-русски написано что настройка включения настройка запуска настройка выключения настройка запуска допустим мы ставим что на 27 градусах он выключается не надо 27 26 вот если вдруг у нас температура в комнате нагреется до 26 градусов вот видите лампочка включилась так дайте мне лампочку куда-нибудь положить в коробку да вы будете видеть что она светится но при этом она камеру не будет слепить ваша камера сразу тупит и слепит то есть у нас в комнате 26 и 6 почему я конечно руки уберу сейчас будет прохладней я просто его понятно что натискал руками потому что на самом деле у нас в комнате 24 7 да у меня действительно жарко в доме у меня очень жарко и поэтому постоянно открываются окна выключены батареи у меня очень жарко в квартире когда температура упадет ниже 26 градусов я для этого принес стакан воды то давайте мы опустим стакан воды видите у нас температура пошла вниз нас 19 градусов когда у нас температура поднимется сейчас вот я держу в руке чтобы она поднялась до 26 а это и чтобы она поднялась до в 30 градусов у нас температура включения 20 30 градусов все у нас включилась и сейчас у нас насчет падать вот посмотрите вы видите отсчет пошел вниз вот то есть я вот специально сейчас оставлю пускай он работает вы заодно будете смотреть наблюдать за всем этим мы видно что лампа светится сбоку вот 29 4 потом если надо будет мы ускорим а как у нем просто бы вы посмотрите как это вот реально процесс то есть смотрите у нас нагрелась я немножко начала показал неправильно у нас идет включение на 30 градусов когда температура поднялась до 30 градусов я щуп взял рукой у нас сработало над лампочки еще греется он отодвину подальше вот у нас сработало сработал датчик у нас у нас работал прибор у нас включился скажем включилась обогрение охлаждение в коптильной камере также для чего 2 мне нужен прибор для того чтобы я тоже самое настроил на нагрев то есть смотрите если у нас температура ночью допустим мы поставили к птице до моего ска птица должно сутки я поставил вам скажем 10 утра на улице у меня было 20 градусов все супер ночью температура может вполне упасть меньше 17 у меня в коптильной камере стоит некий тэн любой нагреватель какой-то банально плитку какую-то банальный комнатный маленький обогреватель и поставил в коптильную камеру если температура в коптильной камере достигла скажем 18 градусов он включился он включился когда на датчик определил что меньше 18 градусов вот 17 9 он включился и на начал нагревать и потому что у меня заложено до 20 скажем 5 вот видите папа газ вот лампочка погасла то есть температура опустилась до 26 градусов попробовать их ну вот так вот видно значит смотрите я продолжу то есть когда у нас температура достигла когда у нас температура достигла скажем 25 наш обогреватель вы выключился и ну то есть естественно пока он остынет пока станет коптильная камера пройдет какое-то время копчение у нас все время пойдет дальше 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 у нас опять температура опустилась до 17 градусов все у нас обыгры у нас опять включился обогреватель и так вот циклично понятному на полно терморегулятор второй терморегулятор мне нужен для того чтобы летом допустим когда у нас я сказал 10 часов 20 градусов то вполне на солнце может стать и 35 и если наша коптильной камере на втором терморегуляторе мы отмечаем что мы допустим опускаем температуру то есть у нас какая-то охладительная система до банально даже радиаторы от старого холодильника который можно вставить внутрь как сильной камеры да где-то будет там внизу на земле лежать на проводах включаться мотор на шлангах то есть можно придумать можно сделать идеи пока что ну есть какие-то идеи мы будем их проводить реализовывать но но неважно какой-то вентилятор поставить какую-то систему охлаждения чтоб резко сбросить температуру там уже вентилятор может дуть не внутрь коптильной камеры нарушая коптильный процесс а он может обдуть внешне коптильную камеру тем самым снаружи и охладив особенно если она у нас металлическая у нас вообще быстро охладиться значит то есть первый у нас срабатывает когда у нас опускается температура ниже там 18 17 градусов и поднимает до 25 скажем второе у нас срабатывает когда у нас температура поднимается выше скажем 26 он включается включается вентилятор опускает скажем до 20 градусов температуру коптильной камеры или там до 22 неважно ну и собственно говоря вентиляторы выключаются вот естественно нам при этом надо приборы без всяких защит которые могут включаться самостоятельно но тем не менее вот эти вот два прибора они просто вставляются где-то делать какой-то блок управления они прекрасно работают и самое главное чтоб них есть память но когда мне уже пришла посылка когда мне пришла посылка ребят у меня большой опыт копчения я до хренища раз коптил и я вот сейчас начинаю понимать а для чего для чего мне нужно использовать 2 в коптильне если я могу в коптильне использовать один то есть ног но практически никогда не бывало ситуации которую я сейчас моделировал во первых мы можем поставить диапазон температур допустим чтобы поднимала температуру на жаре нельзя коптись холодным способом потому что продукт начинает как бы вариться внутри вот обратите на это внимание но детали вы уже можете в других видео посмотреть вот то есть смотрите не бывает ситуации чтобы нужно было одновременно за один процесс копчения за один цикл и охлаждать и поднимать поэтому я вот подумал что мне вполне хватит одного прибора а второй я как раз таки хочу этим летом задумать задумал мы не знаю буду реализовывать конечно я хочу сделать все-таки продолжить свое развитие в пиво варенье самогона варенье ну и поэтому вот пускай эта вещь будет а их при том что здесь он вешается сзади на крючки то есть вот видно то есть мы его можем повесить на коптильную камеру и вставить датчик внутрь если нам нужно мы можем его снять подключить куда-то в другое место и точно также пользоваться вот мы конечно ребят нужно немножко сказать по его характеристикам он у нас работает от минус 19 до плюс 99 но нам больше просто не надо в наших условиях он измеряет температуру от минус 50 до плюс 110 нам просто больше не надо вот он работает с точностью измерения до полу градуса но в принципе до пол градуса погрешность нам тоже особо погоды не делает но измеряет у него опрос идет где-то раз в полсекунды также можно в нем подкорректировать температуру от плюс 10 до минус 10 здесь еще есть таймеры то есть можно поставить таймер можно поставить разовый таймер можно поставить циклический таймер чтоб он в какое-то время или через какое-то время включался какое-то время работал и выключался его такой вот чтобы был цикл вот я совершенно забыл это может быть где-то для полива удобно это может быть где-то удобно там скажем для не знаки это курятников ну не знаю вот и кстати вот почему я выбрал именно этот вы можете сказать там надо было какой-то другой ребята у него 660 ватт то есть сюда можно вполне поставить какой-нибудь обогреватель сюда можно на него повесить даже банально старый холодильник какой-то советский к такой который когда включается пробки вышибают он работает о 220 то есть нам не надо морочиться ни с какими батарейками вот и он прекрасно работает с какими-то мощными устройствами то есть обогреватели даже банально можно какую-то там не знаю пушку поставить эту вот чтобы она скажем обогрела нашу коптильную камеру снаружи снаружи и когда нагрев там за какие-то минуты прошел он выключался вот ну как я стала по таймеру может включаться может выключаться по таймеру все зависит того как вы настроите кстати вот этой кнопочки сет выбирается таймеры ну мне в принципе пока что нужен терморегулятор конечно иногда нужно чтобы через какое-то время что-то включалось вот но ведь я руками папа водил вот давайте положим руку на вот опять видите 20 30 градусов 30 градусов 35 об включилась ребят нужно что по таймеру здесь есть у нас три режима то есть как я уже сказал работа то есть по таймеру то есть задается время какое-то время работает выключается какую-то паузу выдерживает включается также по таймеру он может просто выключиться и больше не включаться и по таймеру может включиться и больше никто не выключаться вот типа такого вот вот да также можно допустим повесить на какой-то допустим дома обогревать вот если у вас старый какой-то обогреватель у меня на даче обогреватель электрический имеют у он с измерением температуры окружающей среды то есть он делает опрос на нем выставляешь температуру он делает опрос он включается когда он отработал то есть он скажем там у меня установлено чтобы он включался когда в комнате 20 градусов он до 23 греет мы на нем написано 23 на самом деле где-то на нем написано 25 на самом деле где-то 23 вот то есть он измеряет правильно а нагревается но понятно что он измеряет где-то недалеко себя вот при помощи вот этого прибора я вообще могу повесить его до датчик в дальнем углу комнаты кстати датчик можно удлинять вот этот обыкновенный проводок можно очекрыжить и удлинить до 20 метров то есть понятно чем длиннее проводок сопротивление у нас будет меняться но на показания это влиять не будет тем более мы можем немножечко подкорректировать если нам это нужно ребят читайте инструкция что это не буду пока это же столько хочется рассказать возможно мы будем это делать когда мы будем устанавливать на вот мы все это сделаем так давайте мы резко погасим лампочку как у него в водичку смотрите вас обменный масляный обогреватель старый еще не знаю 10 лет ему он без каких-то терморегуляторов и вы можете именно что сделать допустим поставить когда у вас в комнате становится ну скажем 19 градусов он включается он греет до 25 и выключается то есть это идет и охрененная экономия электричества вот серьезно потому что старые эти обогреватели да они включаются выключаются но они регулируют температуру по себе независимо от того что у вас происходит в комнате они будут регулировать по себе эту температуру то есть вот так вот можно поставить где-то допустим от обогревателя стоит посредине комнаты на дальнюю стенку вы вешаете вы просто какой там розетку от розетки удлинитель в него включается обогреватель но розетка управляет именно вот этот вот прибор вот или просто даже его куда-то на удлинитель повесить я по и положить в сторону то есть можно придумать можем придумать вещи реально классная давно реально давно хотел уже приобрести такую вещь себе но как-то вот все руки не доходили и тут вот надо надо делать на что я сказал что канал полностью перевожу барбекюшную тему так что вот ну и в принципе два подарочка два подарочка я их тоже вынул это у нас измеритель температуры в эту камеру покажу кто плохо видно это у нас измеритель температуры и одновременно измеритель влажности вот 30 это и сколько до 30 это влажность комнате а 25 и 6 это температура в комнате вот такая вот жара и такая влажность в принципе в коптильне тоже довольно таки нужная вещь во первых один датчик но они жили в подарок но один датчик я буду использовать для измерения температуры влажности на улице для копчения для барбекю это него не нередко важно бывает ну по крайней мере это интересно за этим следить мне лично интересно а второй я тоже буду вставлять в коптильную камеру он как вы видите вот здесь просто сверлится отверстие на 8 вставляется датчик и с внутренней части коптильной камеры он просто снимает показания по температуре время до температуры коптильная камера холодного копчения по температуре и по влажности все ребят на этом все подписываемся на канал их чтобы не пропустить видео как все это будет собираться устанавливаться но реально это интересная идея и реально вот у меня много раз много раз я допустим копчу ночью я ну я очень поздно ложусь спать допустим там в два часа смотришь на термометр на улице думаешь ё-моё на улице уже 7 градусов как там она коптится будет процесс не хочется останавливать вот и каждый раз волнение да она получается но все равно вот хотелось бы потому уж когда выдерживаешь и идеально в правильных рамках она получается лучше она получается все таки лучше так что вот ребят обратите на это внимание ну что все на этом покедово подписан лайкосики обязательно ваше мнение все пока